78% муниципального жилья в Бугрино признано аварийным. Непригодный для проживания жил фонд – одна из главных проблем островного муниципалитета. Ремонтировать ветхие дома нецелесообразно, а переселить людей в новое жилье нет возможности. В поселке не строят дома для этих целей. Впрочем, на этом чаянии островитян не заканчиваются. Они говорили на встречу с главой региона во время визита Игоря Кошина в Бугрино. В июле это было. Мы прилетели, потом тут дети начали беситься, бегать, и он резко упал. Нам пришлось перейти туда, где стенка падает. Мы так и там и живём. Варвара Коскова показывает свой многострадальный дом. Полы, как детская горка, уходят вниз на 30 градусов. Несущая стена превратилась в волну, а щели – в 3 сантиметра толщиной. Сейчас дома ещё тепло, но зимой не спасают даже две печки. Мы пытались сами делать ремонт, но я как многодетная мама, у меня трое детей, у меня зарплата 20 тысяч. У меня нет даже денег, чтобы купить фанеру, которая стоит 2000 рублей, и даже утеплитель. У меня нет средств, чтобы сделать самой ремонт. Если, конечно, были бы деньги, я бы сделала ремонт за свой счёт. Даже бы никого сюда не пригласила. Переселить семью из пяти человек, из которых трое дети, в безопасное жильё нет возможностей. В Бугрино для расселения ветхого и аварийного жилья маневренного фонда нет. Между тем, непригодным для проживания признано 78% муниципального жилья. 32 муниципальных дома признано аварийными по 47-му постановлению правительства. С 70-го и 80-го года постройки. Вроде как не старые, но просто что у нас территория очень заболоченная. И в связи с этим, получается, проблемы появились. Последние возведённые в посёлке многоквартирные дома распределили для нужд в социальной очереди. Новое жильё начнут возводить лишь в 2018-м. А пока губернатор предложил предоставлять жильё в других населённых пунктах, вплоть до Наринмара. Это направление поручено курировать Ольге Старостиной. Если есть желающие, то будем решать вопрос временно переселить маневренный фонд на Наринмаре. Жители, которые пожелают. В 2018 году планируется сдать 12 квартир. На Кокуеве это то, что первоначально мы сейчас решаем. И на месте сносимого аварийного жилья будет продолжаться строительство жилых дома дальше. Это будут 19-е, 20-е годы. Переехать временно в Наринмар некоторые жители Бугрино готовы. Тем более возможностей трудоустроиться намного больше. В 2014 году СПК Колгуев потерял практически всё поголовье численностью в 7 тысяч. Некогда процветающий оленеводческий кооператив расформировали. Без работы остались порядка 45 человек. Оставшиеся несколько сотен оленей сегодня под присмотром семейно-родовой общины Салды. По словам главы поселения, оленеводы намерены восстановить стадо. Желание возродить отрасль есть. Ведь для многих оленеводство – потомственное ремесло. Библиотекарь Инга Ордеева с ностальгией вспоминает тундровую жизнь своего детства. О том, как широко отмечался День оленя. Накануне 2 августа в сельской библиотеке открылась выставка. Под названием «Когда-то был праздник». Мы как-то вот приедем с тундры, когда сидим в посёлке, вот видим, приехали оленеводы. И издалека вот было видно. Вон, посмотрите, приехали оленеводы, говорили. И огромные рога везде появлялись. Это даже как-то слёзы на глазах. Восстановить стадо – это и вопрос продовольственного обеспечения. Уже третий год жители едят привозное мясо. Правда, обходится такая оленина в немалую сумму – 616 рублей за килограмм. Как говорит председатель потреб общества Наталья Кордакова, теперь организации не компенсируют транспортные расходы. Соответственно, их закладывают в стоимость. Есть ещё одна проблема, о которой не первый год говорят в Бугрино – новая школа. Не хватает нам очень учительской. То есть у нас учителя отдыхают весь день с детьми. Десять минут они даже не могут просто подготовиться к следующему уроку нормально. Они могут выйти в столовую, посидеть минут пять. А ещё нет спортзала и достаточного количества классов. Дети учатся в две смены и ходят на физкультуру в Дом культуры. Судьба трёхэтажной школы-сада будет решена осенью, когда будут известны итоги изыскательных работ. Но уже понятно – строить гигантскую школу нецелесообразно. Сегодня учреждения посещают 46 детей. Поэтому новое здание будет деревянным и одноэтажным. Не исключено, что строить новую школу и дома будет кто-то из числа местных жителей. Я убеждён, что ребята из Бугрино, которые получают образование в Нинской школе-интернат, должны иметь сквозные контракты и должны после Нинской школы-интернат иметь возможность получить специальность, по которой потом не будет проблем с трудоустройством. Поэтому я дал поручение профильному заместителю Надежде Валентиновне отработать вопрос таким образом, чтобы всё это обучение было исключительно в платных группах, но чтобы каждый учащийся имел контракт, чтобы за него это обучение оплачивало непосредственно предприятие, где потом он будет работать. Сегодня, после окончания школы имени Антона Пырерки, практически вся молодёжь уезжает на остров, не получив образование. Отсюда и статистика. Из 77 безработных диплом о среднепрофессиональном образовании имеют только 14 человек. Система контрактного профобучения поможет выпускникам получать образование и сразу трудоустраиваться.